День Ветеранов Органов Внутренних Дел И именно об этом, о ветеранах наших органов внутренних дел О ветеранах нашего межмуниципального управления полиции Хотелось бы сегодня поговорить В двух словах о празднике В двух словах о тех ветеранах, которые сегодня работают Или помогают в работе нашего управления полиции Ну, в первую очередь, мне бы хотелось сказать Что этот праздник был объявлен приказом министра внутренних дел Нургалеева 17 апреля 2011 года И по сей день он ежегодно отмечается Всей системой органов внутренних дел И внутренних войск России Я бы в этот день хотел поздравить всех своих коллег Ветеранов системы МВД Органов внутренних дел И сейчас Росгвардии Органов внутренних войск Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, счастья Им, их семьям Чтобы им сопутствовала удача И как по жизни, чтобы, знаете, социальное обеспечение было нормальным людей Чтобы они знали, что они заслуженно ушли на отдых И они под защитой нашего государства И имеют на то оставание и имеют все льготы, чтобы ими пользоваться Александр Семенович, в нескольких словах о том Сколько у нас сейчас ветеранов Что это за люди Какие точки горячие они прошли Какие подвиги совершили Ведь, в принципе, действительно это такой очень боевой состав Сейчас в нашей ветеранской организации Насчитывается, состоит на учете 757 ветеранов А в целом по системе МВД С учетом того, что люди работали в Москве И в системе МВД вне нашего района 1507 человек Практически они и наши тоже выходцы Когда-то работали у нас Ну, естественно, потом по роду службы Переходили в главу, к министерству и так далее И продолжали службу Но проживают у нас в районе Наша, в общем, у нас очень богатая история У системы органов внутренних дел Это в первую очередь И Отечественная война У нас 64 сотрудника Участвовали в Великой Отечественной войне Сейчас, к сожалению, их уже осталось Три, это Туманов, Сманцар и Алексеев Кубенко И труженица тела Артамонова Антонина Яковлевна Вы ее знаете хорошо Это бывший председатель Совета ветеранов И в целом У нас участников боевых действий Современных, которые участвовали Современных в войну 103 человека 103 ветерана А вы сами участник боевых действий В горячих точках Я сам Да, я сам участник боевых действий И из них Из ветеранов Значит, семь сотрудников Ну, они еще есть и действующие Награждены орденами мужества Из них один-дважды награжден Кожуха Владимир Алексеевич Трое, три сотрудника Награждены орденом мужества посмертно Это Ковалеван Николаевич Черняев Сергей Борисович И нещадим Игорь Евгеньевич Это люди, которые отдали свою жизнь То есть, выполняя свой служебный долг Семь человек Награждены медалями За отвагу Пропустил еще Я извиняюсь Два сотрудника Два ветерана Награждены Орденом Красной Звезды Это афганцы ребята у нас Вот Поэтому у нас очень богатая история И наше подразделение Одинцовское Оно, как и все другие Которые находятся в системе МВД Принимали Участие во всех событиях В горячих точках И поэтому у нас Есть Чем Как говорится Что показать Что рассказать И Что мы и делаем Даже Когда привозим детей в музей Студентов Школьников Мы, в общем-то Рассказываем им О нашей богатой истории О наших заслугах Достижениях Достоинствах Александр Семенович В принципе Я не представляю себе Работу органов внутренних дел Именно без ветеранов Да, без передачи опыта Без некоего наставничества Ведь Если Я думаю Наши телезрители Кто-то знаком Вообще с работой этой системы То может быть Вспомнят Что одно время Была такая тенденция Избавляться от ветеранов Все, кто достиг Кто выслужил Там свою Выслугу получил Да, всех их отправлять На гражданку Брать молодых И так далее И потом Слава богу От этой системы Отказались Потому что Именно сплав молодости И опыта Дает тот результат Который мы имеем сейчас Эффективную борьбу Эффективную работу По защите Охране общественного порядка Вот если можно О музее еще несколько слов Да, ведь это же тоже Часть этой работы О наставничестве И о военно-патриотическом Воспитании молодежи Ну, наставничество Это в первую очередь Естественно По всем подразделениям По службам Закреплены ветераны За молодыми сотрудниками И мы проводим Мероприятия С принятыми сотрудниками На службу Органов внутренних дел В управлении Их собирают всех И мы им Объясняем Рассказываем Про нашу Историю То есть Каким образом Как мы работали Что мы Делали То есть Про наши достижения Заслуги Тоже Они в общем-то Чтобы они владели ситуацией И знали Где они находятся Они честно Могут гордиться То, что у нас Ветеранский костяк Очень такой знатный И То, что У нас Сейчас Вот это наставничество Оно как бы Еще дает Импульс И в том Что мы Это в общем-то Работаем И с молодежью В районе В целом Совместно С ветеранскими Организациями Вот Якушев Николай Романович Возглавляет Ветеранскую Организацию Ветеранов войны Труда Вооруженных сил Правоохранительных органов Солнце Михаил Викторович Возглавляет Координационный совет Района И в принципе Мы все В одной как бы Упряжке Работаем И занимаемся С молодежью Это спорт Это культура Это духовность Мы с детьми Встречаемся И Вот эти все моменты Мы как бы Со всеми Общественными организациями У нас очень тесные контакты И мы проводим эту работу И на соревнованиях Мы участвуем Все вместе Кстати я бы хотел сказать Тоже вот отметить Что очень приятно Что с нами на мероприятиях Часто бывает И на Соревнованиях По боксу были Соревнования По футболу были По карате Вот депутат Совета депутатов Одинцовского района Кирея Вячеслава Иванович Спасибо ему тоже огромное Такой активный человек И помогает там И как-то И Водичку детям закупит И сок там несет И сам выступит И расскажет В общем спасибо ему огромное Таким вот людям Которым неравнодушным В целом то в общем Когда гармония То в районе Мы и занимаемся Целым воспитанием Это обязанность Нас всех Независимо от того Что сотрудники Молодые Или это наши дети Или студенты Мы должны Как бы Принимать участие В воспитании Всего подрастающего поколения Потому что Это наше будущее Очень важный момент Мне кажется Именно в воспитании Подрастающего поколения Это наличие музея Музей уникальный Музей замечательный В нашем управлении Полиции Нашего района Нашего округа городского И я просто видел Что ребята Действительно С огромным интересом Приходят И с огромным интересом Эти экспонаты Рассматривают Сейчас экскурсии проводите Как правило вы Вот эта работа Насколько она вообще важна И чувствуете ли вы сами От нее какой-то эффект Работа очень нужна И необходима Когда ребята приходят И им рассказываешь Ну тем более Я другой раз Привожу моменты Из своей собственной жизни О работе И уголовном розыске И как участник Боевых действий Рассказываешь У нас есть Династии милицейские У нас есть история У нас есть руководители Наших подразделений Района То есть по периодам У нас есть Еще дореволюционные Снимки У нас есть Знамя 91-го года Которое перешло к нам Как победителя Соревнований Тогда было Он у нас Как реликвия Хранится Форма Милицейская Старая У нас уголок Ветеранов боевых действий В Годины Они находятся В горячих точках Фотографии есть Их фотографии На стенде Размещены У нас ветераны Войны Размещены У нас И будни Нашего уголовного Росской И службы участковых Уполномоченных И следствий И АБЭП И, конечно, у нас Ну, конечно, хотелось бы больше Но площадь у нас не позволяет У нас много экспонатов всяких У нас современные Экспонаты есть У которых мы находились В горячих точках И патроны И гранаты И магазины То есть, то, что мы можем Ребятишкам показать Ну, естественно Знаки там И по розыску И по службе И какие-то предметы Старого обихода Вход до формы Да, форма Да, форма у нас Послереволюционная белая форма Рубашка висит И дети вот с удовольствием Смотришь Когда им рассказываешь Ведь не все И не все дознают о том Что происходило То, что вот это Это когда со стороны посмотришь А когда ты увидишь Потрогаешь руками И тебе скажут А вот это форма того периода А вот это форма того периода А вот это было тогда То есть, дети Они как губка Они же понимают Что это вот реально И было, и есть И тем более Что когда все предметно Есть что показать И о чем рассказать Александр Семенович Ну, я надеюсь Все-таки придет время Когда музей займет Более обширную Большую площадь И экспозиция станет обширной И что то, что у вас Тоже есть в запасниках Это все удастся достать И показать посетителям Ну, и в заключении Хотелось в нескольких словах Чтобы вы рассказали о том Как Совет ветеранов Готовится к 9 мая Будет ли какая-то Какая-то особая составляющая Именно вот от вас Ну, во-первых Мы уже в преддверии Занимаемся Это уроки мужества проводим В школах В институтах Вот сегодня мы Участвовали Солнцев Михаил Викторович Там с офицеров России Были ветеранской организации На улице Неделина Дом 18 Это установлена памятная доска То есть Любиного села Любиного села Установлена памятная доска И мы там возложили цветы С участием Комиссия гимназии номер 7 Нашей Одинцовской То есть мы сегодня Открыли эту эстафету Предпобедную Поэтому вот Каждый день у нас По три мероприятия Будут примерно проводиться У этих досок У памятников И у памятников Жуков в том числе И мы будем ветерана Принимать в этом участие И то что И сейчас у нас Ну, естественно Мы готовимся И к тому Что будет проходить В наших населенных пунктах Везде по району И в городе И тем более Я вот уже, наверное, четвертый раз Участвую на Красной площади На параде Победы Меня приглашают От системы МВД То есть мне очень приятно Что там присутствовать С ветераном вместе У нас Сейчас Вот этот Период Который мы Стараемся Все довести До 10 До детей Объяснить им Вот эту ситуацию Жизненную позицию То есть Что мы Являемся Сильным Могучим народом Что мы Должны быть патриотами Что мы Не должны забывать Того Что у нас Было На нашей земле Что мы Победители Что мы Никогда не нападаем Но мы всегда Мы, как говорят Мы не начинали войны Но мы их всегда Заканчивали Победоносно Поэтому дети Тоже должны Это знать И должны знать Что благодаря Предкам И мы живем И у нас На нашей земле Мир, покой и благодать И еще бы Я хотел сказать Что вот у нас сейчас Мы в 2015 году Выставили Поставили Памятник В городе Извенигороде У отдела Погибшим воинам В Великой Отечественной войне И 26 октября 2018 года Мы открыли памятник Сотрудникам Органов внутренних дел Погибших При выполнении Служебного долга Он установлен На территории Одинцовского управления Рядом с входом Мы уже мероприятия проводили И сейчас уже Тоже провели у него И Дню Памятника Дня ветерана провели Дню Победы проведем То есть Во всем памятным датам Мы тоже там Собираем ветеранов И молодых сотрудников И совместно Проводим Вот эти все значимые Отмечаем Значимые события Ну что ж Спасибо огромное За то что пришли Сегодня в студию За то что Ответили на вопросы Я напоминаю Что гостем нашей Сегодняшней передачи Был председатель Совета ветеранов Органов внутренних дел Межмуниципального управления МВД России Одинцовская Александр Семенович Тарасов На этом мы прощаемся с вами Увидимся на ОТВ